всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно посмотрите кто у меня зацветает вернее вот этот цветочек распустился первым меня дома не было а вот этот распустился буквально сегодня утром вчера вечером было видно как начинают разрываться вот эти лепестки вот такой вот он сам по себе тоже огромный и вот такая форма его как треугольничек шапочка в общем я не знаю пишите в комментариях кому что он вам напоминает мне вот уже вот вот этот более старый цветок у не старший старший который раньше открылся напоминает вот из старых фильмах головной убор монашек что ли а а вот свежий открытый цветок вот такой он вот такая интересная губа и прямо горло есть и язык там есть губа на самом деле желтая камера неправильно передает цвет и вот такая она вся с рисунком очень красивый цветок цветки очень такие плотные такие прямо восковые довольно крупный цветок наверно сантиметров 8 вот так с размахом с размахом и и этих крыльев вот со временем я уже приехала а этот цветочек уже так эти лепестки закрутил но на фотографиях в интернете не все вот с такими цветами а этот вот свежий буду сейчас наблюдать когда начнет но уже видно начинает вот начинает вот закрываться уже видно сегодня утром еще вот так был полностью открытый очень красивая очень красивые цветы есть легкий аромат буквально в субботу занесла я ее с улицы надо этого на улице стояла значит этом акселярия флэчериана я ее купила весной ну и особо об уходе ничего рассказать не могу потому что она у меня только вот совсем короткое время расскажу только как я ее посадила как ее посадила даже я дам ссылку в описании под видео там адаптации орхидеи я показывала какой у нее субстрат как я сажала их и вот она такая девка дебелая у нее очень крупные такие большие листья наверно сантиметров 50-60 вот с этими она приехала вот очень крупные листья а корешки тоненькие тоненькие как ниточки любит очень влагу я ее посадила в такой субстрат стояла на у меня все лето возле маленького озера и когда была сильно сильная жара и сухой влажности никакой то конечно приходилось поливать чаще и на ночь всегда сбрызгивала увлажняла вокруг где она стоит все это уроженка южной америки и растет в очень влажных лесах на высоте над уровне моря от 500 до 2800 то есть требует хороших перепадов температур и выносит хочу сказать вот за это время что она у меня находится низкие температуры довольно нормально солнце она получала совсем мало я так поняла что для светения и солнца много и света не надо и хоть она и растет в горных лесах то растет она более у подножия и света особо ей для цветения не надо и цветонос начинает выходить еще с молодой несозревший псевдобульбы и вот цветонос рос очень долго хочу сказать вот ее псевдобульба вот она такая интересная появились цветоносы и было непонятно я в каком-то видео показывала то ли это рост и то ли это цветоносы а потом уже было видно что это будут было видно что бутоны будут цветы и вот два роста у нас и три цветоноса классно на первый раз значит адаптировалась и все и у меня понравилось посадила я ее сначала в пластиковый горшок внизу в этом пластиковом подвесной горшок как кашпо в этом горшке внизу я сделала для вентиляции хорошее отверстие посадила ее сначала туда добавила такой же грунт как у нее был наблюдала когда она укоренится висела тоже над озером а потом когда я увидела что она уже хорошо укоренилась и начинает расти я ее пересадила уже на пмж это вот такой очень толстый керамический горшок хорошая керамика она практически постоянно влажная вот видно как у нее там мох лесной хорошо пророс и ей это очень нравится но еще раз скажу что и высокие сильно горячей температуры замечательно она перенесла это лето и прохладные температуры холодной ей даже очень нравились она хорошо росла не прекращая никаких капризов крупные растения довольно крупная вот она общим планом но очень красивая я уже как-то говорила что мне очень нравится макселярии но с большими крупными цветами вот наконец-то дошла очередь я это купила и у меня есть еще одна и сейчас я ее покажу это грандифлора тоже появилась у меня весной это тоже уроженка южной америки но растет она еще выше над уровнем моря от 800 до 3000 то есть холодной температуры ей очень нравится ну как бы для нормальной жизни жизнедеятельности они нужны это чуть помельче вот пришла на ко мне с молодыми бурбочками с одним ростом вот созрела одна бурба рост и молодые хорошо растут тоже занесла я только в субботу и вот что-то у нее такое появилось и я очень надеюсь что вижу ее цветы растет точно так же но сначала я ее посадила в маленький горшочек кашпо керамическая стояла она у меня на улице над озером потом как-то упала я не знаю когда через какое время ее нашла нашла уже ее в озере весь субстрат вымылся эти ее корни там в озере в воде росли это для меня было хорошим таким знаком что действительно ей влага нужна постоянно и хорошо но естественно субстрат должен быть воздухопроницаемый много воздуха должно быть и мог мог ей тоже нравится в общем я ее потом сразу посадила в такой же горшок было у меня два горшка вот они горшки и были в запасе для макселярии они сами по себе крупные чтобы и влагу держали и хорошо дышали и вот она у меня тут тоже хорошо растет в общем нравится их же столько разных красивых с большими цветами есть еще макселярия хупш очень красивая а гибриды еще какие красивые в общем если место у меня получится обнаружится то возьму себе еще какую-нибудь нравится мне такие цветы так за аромат я не помню сказал или не сказал есть очень легкий такой слабый аромат какой-то даже описать не могу и вот у нас запасе еще один бутончик цветы распускаются очень долго я уже жду 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 ну когда ну когда ну когда ну когда думала перед отпуском увижу уехала не увидела и этот приехала вот уже сколько вот такой бутон долго и сами цветоносы растут очень долго то есть молодая молодые псевдобульбы дали вот эти росты которые сначала было непонятно что потом уже было видно что это будут цветы и все равно растение очень долго и в каком-то виде показала но это того стоит цветы очень красивая такая на вся архитектурная еще раз поближе цветочек вот жалко не передается вот эта губа она такая желтенькая желтенькая тут она какой-то желтый цвет некрасивый видно текстуру листочка и еще раз общим планом в общем я их так выращиваю где-то сравнительно как и мазды валия некоторые дендроби цимбидиумы то есть условия то у меня для всех одни просто одни выходят раньше на улицу другие позже на улицу также и заходим же когда перед зимой кто-то раньше кто-то позже кто-то чаще поливается и больше поливается кто-то просушивается потом поливается то есть эти все время мокрые практически мокрые летом так и не успевала их и поливать но хотя пересушивались особенно когда я была на работе вечером придешь они вот ну просто аж хрустели все ну что зальешь ничего то есть какой-то период короткие просушек они выдерживают абсолютно нормально значит если кому нравится большие красивые орхидеи необычные и у кого есть возможность покупайте цветы держатся довольно долго я вот уехала когда 7 октября вот этот цветочек еще не распустился распустился он там буквально через пару дней наверно пусть 10 октября на сегодня вот конец октября и он еще хорошо держится очень рада что у меня она появилась кому нравится ставьте лайк но я как всегда всем желаю хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока